Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухрариева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. В тесноте и в обиде транспортные проблемы столицы республики с наступлением учебного года только усугубились. Родной язык по выходным. Министр образования республики объяснил, почему в школах республики вводят пятидневку. Все о контрактной службе. В Каспийске открылся мобильный пункт по набору в ряды вооруженных сил. Такого рассола видели не все. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка редких фотографий великого поэта. Транспортные проблемы Махачкалы снова вышли на передний план. Особенно заметны они стали с началом учебного года, когда в город хлынули потоки студентов, а дети снова пошли в школу. Острый дефицит маршрутных такси ощущается практически во всех отдаленных районах столицы республики. Люди с окраин не могут вовремя попасть на работу и учебу. В этом убедилась и наша съемочная группа в пригородном поселке Семендер. Слово Патимат Ханаповой. Маршруток нет, но вы держитесь. И желательно за поручни, чтобы не упасть. Да и упасть здесь некуда. Машины набиты битком. Как сельди в бочке, шутят уже люди про себя. Вместо положенных 18 человек водитель перевозит по 40, а то и по 50 пассажиров. Да и при таком раскладе ждать общественный транспорт приходится долго. Часами надо ждать. Тем более 61-й. Здесь мало, я не знаю, что. Ну невозможно. Здесь была настолько такая толпа, что люди давятся. Во-первых. Во-вторых, маршрутки ходят очень плохо. Это вообще катастрофически. Я сегодня с ребенком вышла в 7 часов утра. Я приехала в садик без 15.9. Я вот настолько времени, я не могла сесть в транспорт. Это невозможно здесь. Каждое утро на остановке Кули одна и та же картина. Чтобы уехать на работу или учебу, в автобус приходится залезать любой ценой. Такая экстремальная посадка здесь наблюдается с 7 утра. Ситуация усугубилась и с началом учебного года пассажиропоток увеличился. Количества маршруток на линии нет. Полчаса минимум уходит для того, чтобы поймать свою маршрутку. В 1 сентября это усугубилось. А вообще это постоянная проблема. Если прям критичное положение, очень спешим на работу, опаздываем, приходится вызывать такси. И такси бывают от 400 рублей. Поэтому это очень выгодно вызывать такси у Ассамендера. Да, ждать приходится, особенно по утрам. Они бывают набитые, проезжают. А люди стоят на остановках, ждут, нервничают. За опоздание на работе тоже не восхваливают. Вот такое, их бы еще побольше, если есть возможность. Я готова пойти к мэру, жаловаться. Хочу показать, может ли он проехать в этой жаре, где закрытые двери, дышать маршрутки нет. Сможет ли он проехать это расстояние. И на каком основании они подняли такую оплату. По официальным данным, в поселке Семендер проживает более 15 тысяч человек. Если возможность без пересадочного сообщения с тремя основными локациями города хоть и обеспечена, то в части комфортной перевозки пассажиров еще предстоит разобраться. Мы сознательно решили не записывать комментарии, ответственных за решение этого вопроса чиновников. Будь то профильное управление администрации города или тот же региональный Минтранс. В этом случае не видим смысла в дежурных интервью. Решили просто обозначить проблему, вернее ее катастрофические масштабы. Надеемся, власти найдут способ облегчить жизнь пассажирам. Если это случится, то обязательно снимем об этом специальный сюжет, а пока говорить о хорошем не приходится. Батимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Желающие могут приходить в субботу. Министр образования республики Яхья Абучаев на площадке регионального ЦУРа объяснил, почему в школах республики вводят пятидневку и что будет с преподаванием родных языков. По словам чиновника, переход на сокращенку позволит освободить субботу для дополнительных занятий, в том числе и для желающих научиться читать и писать по грамоте предков. При этом отмечается, что дело это добровольное, как и переход на пять дней обучения. В этом плане школам дана самостоятельность, а Минобор всего лишь рекомендует принятие нововведений. Министерство не может указать, министерство не может приказом заставить выбирать учебный план. Мы можем рекомендовать, но принимаем, даже не муниципалитет, принимает решение каждая конкретная школа. Мы только объясняем преимущества, которые у них возникают, если на это перейти. А решения они принимают сами. У них есть совет школы, есть совет родителей, которые должны собраться и понять, что лучше для детей. Мы рекомендуем выбирать вариант пятидневного учебного плана с изучением родных языков. Он там есть. Два часа родных языков в неделю на уровне основной школы. В городском парке Каспийска открылся мобильный пункт по набору на контрактную военную службу. Теперь многие горожане могут прямо здесь ознакомиться с требованиями к потенциальным военнослужащим и перечням необходимых документов для подачи заявки в ряды вооруженных сил России. Заполнить свои анкетные данные можно на месте. Сотрудники военного комиссариата также раздали прохожим наглядные буклеты, где подробно отображены все преимущества службы по контракту. Заключил контракт в июле прошлого года, 22-го. Пока было свободное время, решил поехать помочь нашим парням. После службы в армии, когда закончится СВО, открываются дороги. Ну, много разных путей. Возможно, дальше продолжить службу в армии, поступить в какие-то органы, устроиться в силовые структуры, в охрану и так далее. Получить удостоверение ветерана боевых действий, которое я получил. У меня и пенсия идет, и социальные льготы есть, и санаторий, и всякие там. И сегодня, и в дальнейшем будем проводить эту работу. Пункт у нас мобильный, мы можем его разместить в другом месте города. Сегодня мы решили в течение месяца развернули его в парке на набережной. И здесь у нас уже ребята желающие есть, вы уже видели. Льготы у нас, вы знаете, все их озвучивают везде. 200 тысяч, 204 тысячи зарплата региональная, 100 тысяч, и по указу президента, 195 тысячи до единовременной выплаты. Осторожно, дети! С началом нового учебного года представители Муфтията Дагестана по Карабудахкенскому району совместно с сотрудниками полиции провели просветительскую акцию о соблюдении правил дорожного движения. Мероприятие состоялось на участке дороги Манас-Сергакала. Водителям напомнили о важности соблюдения правил безопасности на дороге, особенно вблизи школ и детских садов. Помимо просветительской беседы, автовладельцам были розданы брошюры и листовки с полезными советами поведения за рулем. На трассе Манас-Сергакала проводим просветительскую акцию о соблюдении правил дорожного движения. В начале учебного года хочется в очередной раз нашим водителям, участникам дорожного движения напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и узнать их мнение, почему все-таки у нас аварии происходят, какие основные причины. За неделю совершено 41 ДТП, где погибло 8 человек, из них 1 ребенок, а также ранено 67 человек, среди раненых 13 детей. Совместно с муфтиатом Республики Дагестан по Караблахкенскому району провели сегодня и раздали брошюрки соблюдения правил дорожного движения ПДД. 36 мультимедийных экранов, более 200 фотографий великого поэта. В Махачкале состоялось открытие выставки к столетию со дня рождения Расула Гамзатова. В зале исторического парка «Россия. Моя история» были представлены редкие фотографии, которые не были до этого представлены широкой аудиторией. Увидела их и наш корреспондент Тамара Самедова. Ей слово. Его творчеством гордится почти каждый дагестанец, а стихи знают взрослые дети. Книги великого поэта выходили миллионными тиражами на разных языках народов мира. А песни, написанные по мотивам его произведений, давно стали хитами. Многие скажут, что по большей степени это патриотизм, прославление человека, который сегодня является дагестанцем, человек, который сегодня одна из таких важных личностей в республике, в регионе. Но я скажу одно. Когда мы гордимся кем-то, мы должны гордиться по-настоящему, с верой, с правдой. И, наверное, данная выставка – это та самая гордость. Будь у нас огромное количество таких людей, у нас будет огромное количество таких выставок. Поэтому я думаю, что это гордость за человека, который сумел, смог. И, естественно, пример. Вот сейчас даже зашли ребята, школьники. Мы рады всем школьникам, будем рассказывать и показывать какой-то прекрасный пример. Доктор патибатических наук. Так в шутку называл себя поэт. Ведь в его семье часто встречалось имя Патимат. Выставка раскрывает разные грани личности Расула. Фотографии рассказывают о его супруге, родителях, детстве и родовом селе. Очень много интересных материалов мы нашли, касающихся судьбы, становления, творческой, человеческой судьбы Расула Гамзатовича. Ну, где-то, наверное, несколько сотен фотографий вошли в эту электронную экспозицию. Все они подписаны. И, собственно говоря, по ним можно проследить весь жизненный путь поэта. То есть его жизнь, она вся как фильм. Потому что мальчишка из маленького горского аула, он стал всемирно известным человеком. Он объездил десятки, сотни стран мира. Он встречался с мировыми лидерами, творившими мировую историю. И, конечно, не обошли вниманием два главных произведения Расула Гамзатова. Книгу «Мой Дагестан» и песню «Журавли», ставшей такой известной по всему миру. Ее поют и на греческом, и на японском языке. И она стала для каждого языка таким явлением. Потому что во всем мире она ассоциируется с болью, с памятью, с жертвами Второй мировой войны и с жертвами всех войн. Мультимедийная выставка произвела огромное впечатление и на махачкалинских школьников. Я считаю, что периодически такие мероприятия должны составиться. Это объединяет, что мы должны свою историю помнить и гордиться этим. Каждый человек должен знать свою культуру, свой родной язык, свою историю. И он должен помнить ее, не забывать никогда. Выставку планируют сделать все российской. Уже ведутся переговоры о том, чтобы представить ее и на других площадках страны. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. В Дагестан прибыл самый титулованный российский волейболист Сергей Тетюхин. Обладатель четырех олимпийских медалей посетит всероссийский турнир, посвященный столетию Расула Гамзатова в Каспийске. Перед началом именитый гость встретился с министром спорта Сажидом Сажидовым. Говорили прежде всего о развитии игры в регионе. Сегодня волейболом в республике занимается порядка 10 тысяч человек. Большинство из них это жители сел и горных аулов. Был отмечен высокий потенциал наших спортсменов. Сегодня мы пообщались с ребятами, но не столько есть интерес к этому виду спорта. И маленькие детишки были уже ребят, которые там что-то повидали, посмотрели. Вот это очень здорово. Это на самом деле вселяет огромный активизм вообще на будущее. И сегодня мы видим какие-то результаты, да, определенные два человека. Мы сегодня обсуждали выступать в одни из лучших клубов суперлиги, как наши. Вот члены сборной России. И это только начало. В беседе также принял участие президент Федерации волейбола республики Магомед Гайрбеков. Для Сергея Тетюхина также провели экскурсию по музею спорта Дагестана. А он, в свою очередь, преподнес в подарок мяч со своим автографом. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин